Привет, друзья! 14 июля во время БЛИЦ турнира в Хорватии была сыграна просто шедевральная партия с каскадом жертв между Максимом Вашилогравом и Левоном Ароняном. Максим начал игру ходом королевской пешки и Левон решил против француза разыграть французскую защиту. Как сказал бы Тигран Петросян, поиграть с противником в прятки во дворе, где тот вырос. Белый захватывает центр, черный нападает на пешку Е4, на оборонительной конь С3 применяет вариант Венавера, связывая коня и возобновляя угрозу выигрыша пешки. В Ашье переходит структуру разменного варианта французской защиты, выводит слона на боевую позицию, Ароняно укрепляет центр. Белый играет конь Е2, намечая перевод коня на поле Ж3, с последующей оттокой на королевском флонге. В свою очередь Левон также ставит коня перед королем, но при этом планирует размен активного слона противника. Не пущать, говорит ему Максим, черный играет конь D7, следует эвакуация королей и белые фигурки начинают потихоньку переползать на данный участок доски. Здесь черным стоило вернуть слона в центр доски и заодно взять под контроль поле F4. Но вместо этого в партии Левон делает с виду логичный ход ладей E8, правда после которого у белых неожиданно начинается атака на королевском флонге. Вачьелограф вбрасывает коня в зону, угрожая ходом конь H5. Аронян защищается продвижением G6, Максим прицеливается к пешке F7. Аронян открывает дорогу слону, подкрепляя королевский флонг, Максим оттесняет чернопольника и соединяет между собой ладьи. Левон также завершает развитие и вообще тащит все игрушки в детскую перед тем, как начать их радостно ломать. Левон пытается более гармонично расположить свои фигуры, но выясняется, что времени на это у черных совершенно нет. Отведай, кобылятины, белые жертвуют фигуру. Упорнее всего было пойти конь B6 с целью перевести коня на поле D7 для защиты слабого пункта F6. Но в партии Аронян жадно проглатывает троянского коня и говорит ваще, что мне вообще по колену все моря. Белый пробивает на поле H5, угрожая шахом. И конь D7 уже не спасает из-за удара на поле H7. После взятия белый пробивает на E6, пробивает на F7 и ставит матец черному королю. Поэтому в партии Левон перегораживает дорогу слону тушкой своего коня, белый выписывает шах. После отступления берут на мушку черную королеву, угрожая неприятным шахом с поля H5. Черный закрывается от связки, но пропускает прямой удар в челюсть. Но ладью, видимо, приходится брать, иначе непонятно, за что черный страдает. А не желаете ли отведать слонца под бокальчик армянского венца? В случае взятия на поле H6, белый шахует с H5, пробивает на H7. При отступлении на поле F8 прилетает матц G8, а при взятии коня матц поля G6. Так что на этот раз в партии черным приходится умерить свой аппетит, но белый конь с этим совершенно не согласен. Он жахнул копытом по столу и крикнул «Я требую продолжения банкета». Брать лошадь, разумеется, нельзя из-за шака с поля F7, и король получает мат либо на поле G6, либо на поле G7. Поэтому в партии Ливон защищается путем ладья G8. Белая королева перемещается к пункту назначения, черный защищает коня на поле G6 и мечтает поменять ферзей. Но двери в королевские покои одна за другой открываются, и кровожадная Матильда приближается. Аронян таки попытался подловить ферзя на разменчик, но партию фактически завершает удар тяжелым хоботом. Единственный ход это взятие на поле G7 королем, после чего белый пробивает на поле G8 с шахом, шахует с поля H6, съедает коня и получает решающее материальное преимущество и абсолютно выигранную позицию. Поскольку партия игралась в Блиц, Аронян по инерции продолжил сопротивление, но вот белые нападают на пешку, забирают на поле E6, создают угрозу мата, и после размена на поле F5 на 32 ходу Ливон Аронян сдался. У белых лишнее качество и три проходные пешки на королевском фланге. Совершенно невероятная партия по меркам Блица, в которой ваш Елограф, несмотря на каскад жертв и кучу всевозможных вариантов, показал точность 97%. Пишите в комментариях ваши мысли по этому поводу, делитесь роликом с друзьями, пробивайте лося, потому что шахматы это круто. Продолжение следует...